Благое намерение закончилось обманом на сотни тысяч тенье. Как столичные аферисты оставили детей с особенными потребностями без крыши над головой? Расскажем об этом и не только. Сегодня в программе «Народный контроль». С вами Жан Саяху Жахметова. Здравствуйте. По традиции, непридуманные истории казахстанцев. Дети с тяжелыми формами инвалидности стали жертвами имущественной аферы. В нашу редакцию обратилась основатель благотворительного фонда Ерехщи Балалар Салтанат Калиева. Прежнее помещение специализированного реабилитационного центра для особенных малышей не отвечало всем требованиям. Они решили улучшить условия. Нашли подходящий коттедж за 700 тысяч тенье. Сумма большая. Пришлось вложить все накопления и занимать у знакомых. В итоге заключили договор, внесли полную предоплату и стали готовиться к переезду. Но в день, когда особенные дети должны были заехать в новое здание, арендодатель передумал сдавать помещение. При этом возвращать внесенные деньги тоже отказался. Еще раз подчеркну, это средство благотворительного фонда для детей с особенными потребностями здоровья. Их нигде не принимали. Только здесь оказали необходимую реабилитационную помощь. И вот из-за человеческой жадности и беспринципности они оказались на улице. Моя коллега Алия Аймагамбетова отправилась вместе с Салтанат Калеевой на Балкантау-209. Балкантау-209 – это трехэтажный особняк с двухметровым железным забором. С виду дом приличный, чего не скажешь о его владельцах. Салтанат и ее подопечные должны были переехать сюда еще несколько недель назад. Арендодатель взяли предоплату за месяц, а это без малого 700 тысяч тенге. Но теперь и из дома не съезжает, и деньги не возвращает. На контакт с Салтанат они не идут. Приходим уже раз седьмой, наверное, шестой раз, ну порядком уже ходим. Это Балкантау-209. Хозяева не открывают дверь, видели нас, что мы приехали, увидели так со стороны и закрылись. Вообще не берут ни телефоны, скидывают, когда звонят, не отвечают на WhatsApp, двери не открывают. Все, они закрылись, мы до них не можем достичь, а в эти не можем. Салтанат уже почти месяц безуспешно пытается попасть в арендованный ею особняк. От отчаяния женщина обратилась к нам в редакцию. Вместе с нашей съемочной группой она в очередной раз отправилась к злополучному дому. Нетрудно догадаться, что нашему визиту здесь не обрадовались. Вначале мужчина требовал убрать камеру. Уберешь? Уберешь, говорю, нет? Есть бумаги у тебя снимать? Сейчас, уберите, говорю. В дом нас тоже не пустили. Женщина, открывшая дверь, сделала вид, что ничего не знает. Вы позовите, пожалуйста, Асюну и бабушку. Они в курсе, они знают, и вы в курсе 100%. Салтанат Калиева деньги, которые оплатила за аренду этого дома, взяла в долг на месяц. Как их вернуть, она теперь не знает. Сюда свои деньги вкладили, заняли людей. Теперь через месяц нам уже, вот, уже вот месяц проходит, и нам нужно отдавать. И заселиться не заселились, и денег нет. Я не знаю, как мы будем деньги отдавать. Это наши деньги ушли. Я не знаю, как мы эти деньги теперь вытащим. 700 тысяч, все-таки, это не 7 тысяч. И счастливый для нас. Но больше всего женщина боится за детей, которые из-за мошенников не получают необходимое лечение. В прошлых выпусках нашей программы мы рассказывали уже о Салтанат Калиевой. Она основатель благотворительного фонда «Ерикщебалалар». Занимается реабилитацией детей с особенными потребностями здоровья. Ребята посещают центр совершенно бесплатно. Реабилитацию оплачивает государство. Это бесплатный центр. Мы осуществляем госзаказ. Это не предпринимательство, это не коммерческий какой-то бизнес. Это как большая благотворительность. Это никакая не коммерческая деятельность. Здесь свою выгоду я не имею, кроме как своей заработной платы. Реабилитационному центру нет еще и шести месяцев. Но спрос на его услуги очень высок. Здесь принимают детей, которые не могут посещать обычные детские сады и школы. То есть родители, которые уже не один год сидели дома и ухаживали за своим ребенком, с открытием этого центра смогли выйти на работу. Ну, нужно таких центров побольше открывать. Потому что детей очень много, очень много. И... А кто? Кто как? Вот не я. Я вот захотела, захотела. До такой степени, видимо, я хотела, что это получилось. Понимаете? Надо захотеть. Захотеть сильно. И я понимаю, родители радостные такие приходят и могут выйти теперь на работу. Руководитель реабилитационного центра, который и сама мама особенного ребенка, хотела улучшить условия для детей. Расширить стационар, чтобы принимать еще больше деток. Мы хотели Ерик Чабалар расшириться немножко и перевезти в другое здание. Так как это здание оказалось сырым, в таком здании, конечно, нежелательно деткам находиться. И искали более лучший вариант, более шире, чтобы было больше, чтобы улучшить дальнейшую реабилитацию для наших деток. Именно с этой целью она обратилась в агентство недвижимости. Надеялась, что специалисты подберут ей хороший вариант. И главное – не обманут. Это агентство недвижимости. Вот печать у них все есть. Алия – агент самой недвижимости. Сами арендодатели – это Куйшубаева Джамиля Шажатаевна, 59-го года рождения. Гражданинка Казахстана она. Адрес, по которому находится данный коттедж – Балхантау 209. Это район 13-й магистрали. Мы связались с Алией. Фамилию она не называет. На телекамеру говорить тоже отказалась. Но согласилась сказать по телефону. Куйшубаева Джамильяның қызы Ай Сулу. Куйшубаева Джамильяның қайтадан жарнама берет. Сол жарнаманы көрген жағдайда сол кезде салтанатқа хабарласып, салтанат жетті бұлар қайтадан жарнама беріп жатыр, звандап, сөйлесіп көрін деп айтықан едім. Менің айтарым, салтанатқа мен аяғына ден көмектесемін, сот болса сот қада барамын. Ол күсілер маған да қарыс. Бұл күсілер маған толығы менің жұмысыма ақымды төлемеді. Бұл күсілер маған айтып көмектесе, қатымын көмек, қатымын көмектесе. Риелтор сложившись с ситуацией ничем помочь не может. Сол танатқа менің жұмысымын айтарым, салтанатқа менің жұмысымын. Я не знаю, вот я обращаюсь к вам, чтобы как-то вот такие недобропорядочные люди нам встретились, и когда мы сказали, мы подадим на вас суд, они прям так, знаете, как в порядке вещей отреагировали на это. Подавайте, говорят, суд, мы вам через суд будем по 20 тысяч ежемесячно отдавать. Представляете, мы вообще были в страшном шоке, в таком, естественно, куда, вот как с них взять, мы теперь даже не знаем, что делать. Сейчас реабилитационному центру Ерикше Балалар и ее руководителю Салтанат Калиевы нужна и моральная поддержка, и материальная помощь. Стационару необходимы помещения, специалисты-волонтеры и финансы для приобретения специального оборудования и различного инвентаря. Теперь Салтанат Калиева намерена судиться с Джамилей Куйшибаевой. Другого выхода она просто не видит. На суде риэлтор хочет выступить в качестве свидетеля. Потерпевшая сторона намерена не только вернуть свои деньги, но и взыскать материальный и моральный ущерб с непорядочных арендодателей. Мы же, в свою очередь, обратились за консультацией к юристу. То легенд Болтанов так прокомментировал ситуацию. Ей необходимо обратиться в суд с исковым заявлением. Либо о понуждении освободить коттедж и передать им, как обусловлено договором аренды на год, либо, в противном случае, с иском о возврате денежных средств. Мы можем оказать, кстати, им эту услугу, если не нужно, если обратятся. В данной ситуации, наверное, все-таки лучше обращаться с иском о понуждении освободить коттедж и за эту сумму передать. А за тот срок, когда они не попали в коттедж, либо зачесть эту сумму в будущую аренду, в счет будущих месяцев, либо истребовать эту сумму деньгами. Отступать некуда. Воин-интернационалист Валерий Шамин, два года отслуживший в Афганистане, сейчас не может преодолеть стену непонимания местных властей. Мужчина стоял в очереди на квартиру больше 17 лет. А когда жилье все-таки получил, то уже буквально через две недели его выселили. Что же произошло? Разбирались мои коллеги. Санитарные условия никуда не годятся. Сами посмотрите, все разваливается, трещины, везде вот жить неудобно. Условий нет, туалеты на улице, все на улице, канализации нет. Валерий Анатольевич едва держит себя в руках. Ветеран афганской войны не по своей воле оказался в таких условиях. После службы вернулся в Уральск, ухаживать за матерью. Параллельно встал в очередь на квартиру. После долгих 17 лет ожиданий жилье он получил, только вот как выяснилось позже, на время. В 18-м году, 19 января, я получил квартиру. Официально дали ключи, вселился, а через две недели меня с нее просто-напросто выселили. Взяли вещи мои и вывезли. Мотивируя тем, что я вступил в права в наследство матери, и получил от нее комнату, вот, типа, как коммуналка такая, вот, очень старый дом. Год постройки, вот, 1883 год. В комнате, которая ему перешла по наследству, нет никаких условий. Трещины на стенах, постоянная сырость, отсутствует центральное отопление. А площадь помещения всего 11 квадратных метров. С ЖКХ сделали дом, типа, как аварийным, но они как сказали, мы аварийно его сделаем в том случае, если ты от него откажешься, тогда мы тебя переселим. А если ты не откажешься, то аварийный дом, говорят, мы не признаем, и тебе не положена эта квартира. Были суды, но суды встали на сторону именно ЖКХ. Писал в генеральную прокуратуру в город Астану, потом суда в прокуратуру отсылал письмо. Больше всего мужчина боится, что этот ветхий домик может рухнуть, да и здоровье уже не то, признается Валерий Анатольевич, чтобы жить в таких условиях. Два года в зоне военного конфликта все же дают о себе знать. А тут ему еще приходится бороться за свои права в чиновничьих кабинетах. Но несмотря ни на что сдаваться, воин-интернационалист не намерен. Несмотря на многочисленные письменные обращения и личные встречи с чиновниками, вопрос Валерия Шамина так и остался без ответа. По словам ветерана афганской войны, куда бы он ни обращался, все ссылаются на комитет жилищно-коммунального хозяйства Акимата Уральска. Поэтому мы напрямую решили узнать, почему же квартиру, которую он получил по закону, у него отобрали. Гражданин Шамина, свою маму умирает, он вступает в наследство. Мы просили, чтобы вернули квартиру, которую мы дали раньше. А он отказывается. Отказался, и мы подали в суд. И на основании решения суда мы изъяли квартиру. Да, все законно, согласно закону. Но чиновник так и не смог ответить. А было ли право выбора у Валерия между комнатой в аварийной коммуналке и квартирой в благоустроенном доме? Есть ли у него возможность все-таки вернуть выданное по закону жилье? Мы написали официальный запрос в Акимат Уральска с просьбой прокомментировать эти вопросы. Что ответят в высших инстанциях, мы обязательно расскажем в эфире нашей программы. Если вам есть что рассказать, присылайте свое видео на мобильный мессенджер по номеру 8777-890-6690. Пишите на электронный адрес или в социальных сетях. Обращайтесь. Поможем. С вами была команда Народного контроля. Встретимся уже очень скоро, как обычно, на телеканале Хабар. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»